Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, Влад Кадони поставил Майю Донцову перед выбором. Или девушка бреется на лысо, или уходит за ворота. Судя по снимкам, опубликованным в сети Ильё Ябаровым, который посетил поляну. Майя все-таки избавилась от волос, но частично. Девушка сняла нарощенные волосы и сделала стрижку каре. Отношения Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова трещат по швам. Ребята постоянно вспоминают своих бывших и не хотят двигаться дальше. Подтвердились слухи об уходе с проекта Саши Харитоновой. Она теперь не участница Дома-2, но остается на проекте как наставник в школе актерского мастерства. Саша Харитонова устроила по этому поводу вечеринку. Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель не пришли на эту вечеринку. Это все из-за зависти. Рапунцель завидует Харитонова, и она тоже хотела стать наставником. Также покинул проекты Дима Лукин, но он тоже остался на проекте наставником по актерскому мастерству. Покинул проекты Ваня Заря. Ему давали один день, чтобы переубедить коллектив, который был настроен против Вани. Софья Вермут не ушла сразу за ним с проекта. Ребята планируют, что Иван устроится на работу и только потом заберет ее с проекта. Роман Баранчук объявил о своей симпатии к Марине Африкантовой, но он понимает, что она не готова к новым отношениям и может уйти за Чуевым. Как вы помните, у семейства Самсоновых родился сын. Леша в знак благодарности преподнес своей жене роскошные ювелирные украшения. Он на выписке надел ей на палец золотое кольцо с крупным бриллиантом и сказал при этом, что его любимая достойна всего самого лучшего. Сыну Глеба Жемчугова и Ольге Ветер исполнилось два годика. Родители Миши вместе отпраздновали это событие. Фанаты обсуждают очередной подарок Антона Гусева своей девушке. Вика Романец получила необычный презент. Это розы в колпе, которые стоят пять лет. Стоят такие вечные цветы недешево, от пяти тысяч за одну штуку. Фанаты предположили, что это рекламный подарок, потому что мало кто верит в финансовую состоятельность Антона. В сети издеваются над неудачным снимком Вики Романец. На фото, которое попало в сеть, у нее толстые некрасивые ноги. Фанаты разделились на два лакеря. Одни уверяют, что Вика просто не смогла отредактировать этот снимок, как она делает с другими фотографиями. Другие уверяют, что она в тот момент поправилась, а сейчас снова сбросила вес. Кристина Дерябина поделилась с подписчиками своей большой мечтой. Она мечтает стать ведущей на телевидении. «Я прохожу очень много кастингов, конкурсов, собеседований», – пишет девушка. «Пока я, конечно, ведущей не стала, но я верю, что рано или поздно все случится. Главное – не опускать руки». Ирина Александровна Агибалова пожаловалась на своего мужа. Она обиделась, что он не поздравил ее с 8 марта. По ее словам, муж запастовал, потому что она затеяла ремонт в доме, а он против этого. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.